Мирное урегулирование и соглашение между Арменией и Азербайджаном необходимо обеим странам в равной степени. Это главное препятствие для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Я не вижу, чтобы кому-то из стран нужен был мир меньше или больше. Обе страны в этом нуждаются, поэтому реальные партнеры Южного Кавказа выступают за скорейшее достижение мирного соглашения, и я надеюсь, что оно будет достигнуто. Для меня важно не просто иметь мир на бумаге, не только видеть подписи, а чтобы достижения были выполнены, и люди жили в соответствии с этим мирным соглашением. Этому региону нужен мир, стабильность и сотрудничество, а не агрессия, война и разрушение. Пункт обмена всеми заключенными должен быть включен в мирное соглашение, но я бы сделал это до достижения соглашения. Это должно быть частью всеобъемлющего и большого пакета мирного соглашения, потому что в одно мирное соглашение невозможно включить все важные аспекты будущего мирного сосуществования. Поэтому чем быстрее, тем более комплексно будут реализованы все эти условия, тем более реальные ощущения мира и урегулирования бывшего конфликта придет в сознание людей. Люди должны это видеть и чувствовать, и пока эти военнопленные существуют, это не позволит политикам, да и людям, думать, что время изменилось, и теперь мы перевернули страницу. Да, эти люди должны иметь право вернуться на родину, то есть в свои дома и в свою среду обитания. Это должно быть частью урегулирования, это должно быть абсолютно основано на свободной воле и их соображениях. Это не может быть навязано им, это не может быть принуждением. Я верю, что такие люди есть с обеих сторон. Я не вижу, чтобы Армения и Азербайджан были мононациональными. Нет, на протяжении истории в Армении было много азербайджанцев, а в Азербайджане много армян по происхождению. Поэтому медленно, постепенно, путем нормализации, это станет новой ситуацией, когда люди будут мирно сосуществовать, и национальности найдут новый способ жить вместе.